всем здравствуйте привет сегодня у нас четверг так и мы с вами встречаемся для того чтобы провести небольшой мастер-класс сделать какие-нибудь простые варианты дизайнов а дизайны сделать благодаря тому что компания эми до который мы представляем с вами в прямом эфире выпускает новые материалы с помощью которых мы с вами будем делать дизайны так ну вот тут вот сердечки полетели мне хотелось конечно же спросить видно нас слышно нас может быть нам кто-нибудь махнет рукой что видно и слышно сама не люблю такие вопросы но на самом деле как бы без них никуда не деться потому что вроде бы да здравствуйте от здравствуйте спасибо вам большое все отлично все хорошо здорово так ну что немножечко у нас тут маленький был перерыв наших встречах вот и мы их возобновляем четверг два часа дня вконтакте мы с вами делаем какие-нибудь незамысловатые дизайны но как бы так как компания эми не дает нам скучать да и выпускается новые и новые материалы и товары и декорации для того чтобы делать дизайны поэтому мы как бы с вами придумаем каких-нибудь парочку интересных вариантиков для того чтобы как бы мастерам было легче работать да и ориентироваться с новыми материалами которые вышли у компании так ну что прежде всего уже в своих эфирах кстати я опять же как бы на нервах забыла сказать о том что с вами сегодня в течение этого часа будет наталья как люгина я работаю в городе живую работой в городе ростове-на-дону и значит у нас с вами и получается ну как бы вещание из ростова-на-дону до и школы екатерина мирошниченко вот и значит повторяем этот эфир может быть не один в один как этот эфир повторяем еще в интернете в инстаграме так и значит по понедельникам вот так вот в контакте мы с двух до трех по понедельник в четвергам о понедельник мы с часу до двух мы в инстаграм и так Значит, ну что хочу сказать, я хочу поздравить с началом осени и с тем, что вышел новый набор гель-лаков, давным-давно мы его ждали, и смотрите, какой он симпатично красивый, сейчас я попробую немножечко вот так приподнять, для того, чтобы коробка в экран поместилась, а потом, если надо будет, сделаем ниже. Так, ну что, вот такая вот красивучая коробка, красивая упаковка, роскошная брендовая упаковка, я бы даже сказала, обеспечивает безопасное и удобное хранение и палитры гель-лаков, да, которые здесь находятся и после покупки, а также радует во время распаковки, да, скажем так, вот такие красивые слова нашла, значит, ну, красивая такая темно-синяя красивая упаковочка. Катерина Николаевна уже, конечно же, проводила прямые эфиры с гель-лаками из этой, из этого набора шикарного, вот, значит, 8 оттенков, да, здравствует осень, значит, очень подробно, конечно же, раскладываются новые материалы, сейчас я на секундочку в сторону уберу, потому что каталог, который продается уже давным-давно, он, конечно, как раз-таки связан вот с выпуском вот именно этой коллекции, и мы, в принципе, уже в прямых эфирах, как бы, с вами обсуждали эту тему, я уже вам показывала, что как раз-таки в каталоге, в дайджесте, видите, вот, получается, как раз представлено, вот, широко, очень видно, хорошо, как бы, цвета, да, которые мы с вами видим непосредственно в этой коллекции. Я что-то тут запереживала, хорошо ли видно нас, да, здравствуйте, все хорошо, хорошо. Итак, коллекция гель-лаков осень-зима 2024-2025, ну, красивый фиолетовый, да, красивый, там, такой вот красный, да, даже не красный, вишневый больше будет, скажем так. Вообще, палитра из восьми цветов, это классические осенние оттенки, которые способны создать неповторимую атмосферу чувственности и роскоши. Коллекция, аристократик способна стать идеальным дополнением к вашему гардеробу, да. Ну, конечно же, Екатерина Николаевна очень часто акцентирует, да, как бы, на брендовых именно цветах в том или ином сезоне, и как раз-таки под эти цвета, которые модно в этом сезоне, выпускают свои гель-лаки. Значит, ну, в дайджесте очень хорошо представлено, как это будет выглядеть на руках, как это будет выглядеть красиво с дизайнами и так далее. То есть, как бы, ну, и также в каталоге собраны, конечно же, представлены вот и модели, да, которые непосредственно сыграли главную роль при создании набора гель-лаков. Видите, вот эти и коричневые, и бежевые, и так далее. Так, коллекция аристократик включает в себя самые трендовые оттенки сезона, вишневый, глубокий синий, оп, вот он, да, красивый такой цвет, глубокий синий, коричневый и натуральный песочный оттенок. Значит, что еще нужно сказать? Цвета очень плотные, ложатся плотно в один слой, и, конечно же, я сделала выкраску, так как очень удобно, что в наборе, в коробочке, да, с гель-лаками, конечно же, всегда присутствуют типсики, которые можно как раз-таки выкрасить. И что в результате у нас получится? Так, начиная с номера 489, 489, так, нужно чуть ниже спускать камеру, сейчас, секундочку. Добрый вечер, Виолетта, всем привет, так, сейчас мы так закрепимся немножечко, ага, надеюсь, что видно, да, вроде бы и света много, но все равно. Итак, получается 489, так, разбираемся, 490, 491, 492, так, ну, 493 очень красивый, такой глубокий зеленый цвет, очень красивый, да, всегда очень классно его использовать именно осенью. Так, 494, красивый такой серый, беж, 495, ну, и шоколадный, красивый такой цвет молочного от шоколада, 496 номер. Итак, вот они, 8 оттенков, которые представлены в новой коллекции. Что еще интересного в этом наборе, что еще? То, что, конечно же, в наборчик ходят еще и шармикончики, причем шармикончики такие нейтральные, с надписями, которые подойдут к любому, в принципе, дизайну, а надписи делают любой дизайн более современным, скажем так, чтобы вы не нарисовали. Вот, значит, ну, потихонечку начнем, меньше слов, как говорится, больше дела. Конечно же, хотелось бы еще напомнить в прямом эфире, что есть новые декорации, да, которые мы уже, в принципе, рассматривали. Я достаю, как всегда, знаете, когда не нужно под руками, когда вот сручно потребовалось и потерялось поле зрения. Так, новые декорации, да, которые мы уже, в принципе, использовали, но и, тем не менее, это осенняя тема, и, конечно же, очень интересно использовать их. Так, 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 сейчас, 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 ага, еще вот такие красивые зеленые разводы. Сейчас мы их упорядочим, и я вам напомню о том, что они есть. Так, итак, какие у нас слайдеры еще? Так, это я пока убираю в сторону, чтобы не мешало. Так, ну, а мы с вами вспомним про то, что у нас есть 137 номер. Это как раз-таки вот такие красивые осенние букеты. Не могу, падает камера. Сейчас, секундочку. Итак, номер 137, осеннее утро. 138, танец бабочки. Очень красиво сочетается с оттенками из новой коллекции гель-лаков. 139, ну, конечно же, красивый. Эфемерность, эфемерность. Так, что у нас еще было из нового? Это у нас было 141. Вот такие вот, да, получается, татуировочки. Очень красивые тоже, на бежевых оттенках. Просто прикрепить, и все. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Так, 142-й, малахитовая шкатулка. Вот такие вот новые использовали. Я сегодня предлагаю все-таки осеннюю тему взять. Мне больше нравится по душе вот этот. 137, осеннее утро. Мы его и возьмем. Так, на предыдущих прямых эфирах мы с вами делали дизайны с помощью слайдеров. Такие с леопардовыми мордочками. Кто помнит, у меня тут просто планшетка под руками стоит. Вот с мордочками леопарда. Ну, мы уже это сделали, поэтому возьмем сейчас веточки будем делать. Так, ну что. Стемпинг будем использовать понемножечку, да. Ну и, в принципе, можно, в принципе, начинать. Итак, поехали. Давайте предлагаю вам сделать вот такой вот вариант, который можно сделать универсально из любого цвета. Какой бы вы ни взяли цвет, можно взять, в принципе, любой. Мне почему-то очень неудобно. Можно взять любой цвет из этой коллекции. Видите, вот я бы сделала и с таким красивым, да, глубоким таким вот красно-кирпичный какой-то такой оттенок получается. Или с зеленым цветом, или с коричневым цветом. То есть, по большому счету, можно взять любой цвет и сделать вот такой вот вариант дизайна. Итак, на камуфлирующую базу будем использовать в основе. Я сейчас одену перчаточку. Так. Так, и будем использовать пластину для стемпинга. Пластину для стемпинга. Я сейчас возьму каталог для того, чтобы четко говорить, какую пластину для стемпинга буду использовать. Очень мне по душе пластиночка с рваными колготками. Смотрите, принты. Номер 6. Пластина. Номер 6. Это я в каталоге смотрю. Пластина с принтами. Тут, в принципе, можно взять и вот эти полосочки использовать, которые вот сбоку крупные. И зебру, и рваные колготочки. В принципе, можно будет использовать любой принт. Из этой пластины. Итак, пластина номер 6. Принты. Принты. Сейчас я ее достану. Так, вот она. И давайте изначально, прежде чем добавить цвет, мы с вами добавим какой-нибудь рисунок из этой пластины. Будет вот, какой бы вы ни взяли, любой подойдет. Абсолютно любой подойдет. Ну, я возьму с рваными колготками, если вы не против. Так, лак для стемпинга буду использовать черного цвета. Все банально. Черный цвет, 0,2. Черный лак для стемпинга. Так, где у нас штамп? И вы просто на просушенную базу, просто на просушенную базу, ничего сверхъестественного. Отпечатываем наши рваные колготки. Так, аккуратненько набираем легкий накат. Все, вот они у меня есть. Так, лишнее я уберу сразу же. Причем руками. Так будет просто гораздо быстрее. Так, и отпечатываем. Так, можно где-то немножечко допечатать, если, например, на ваш взгляд, что-то не хватает. Особенно по бокам. Так, вот мне кажется, вот здесь я сейчас чуть-чуть как бы эту дырочку прикрою. Во. Так, естественно, высыхает на воздухе. И мы с вами можем добавить абсолютно любой цвет гель-лака, который вы видите в этой коллекции. Так, ну давайте, я не знаю, возьмем 400, например, 90 цвет. Или 491-й, или зеленый. Давайте зеленый, 493-й. 493-й. И добавим нижнюю часть ногтевой пластины. И таким образом разделим ноготочек на две части. Лак ложится очень плотно, гель-лак имеется в виду, правильно же? Очень плотненько ложится, поэтому никаких проблем. И можно даже нанести в один слой. В один слой. Тоненько, равномерненько. И просушим в лампе не менее 30 секунд. Так. Можно, в принципе, вот эту какую-нибудь рисунок, ну я дырчатую такую взяла, какую-то основу. На самом деле, можно было взять абсолютно любой из этой пластины. Вот такие полоски тоже прикольно. Вот с нитками тоже здорово смотрится, с полосками, какие-то хаотичные рисунки. Вот, но это мы будем использовать на втором нашем варианте. Хорошо? Так, просушили. Теперь нам необходимо либо добавить слайдеры, либо, допустим, сначала разделить на две части, и потом слайдеры. Ну, я на самом деле, как бы, приверженец того, что сначала разделить, а уже потом сверху прикрыть, например, какие-то границы, например, слайдерами в виде цветочков, да, таких осенних, осенних коллег, гербариев, вот так, осенних букетов. Вот, поэтому сейчас, конечно же, лучше перекрыть топом, да, безостаточной липкости. И в нашем случае это будет Т-класс, топ безостаточной липкости. Можно нанести только туда, куда вы бы собираетесь прикрепить, а можно, например, нанести на весь ноготочек. На самом деле, как бы, ну, я считаю, что если тоненько протянуть через весь ноготь, конечно же, толщина ногтевой пластины тогда будет равномерная по всей поверхности. Можно нанести только туда, куда вы хотите приклеить наклеечку. Но вытереть липкий слой сейчас не получится, потому что сотрется наш рисунок. Правильно же? Правильно. Поэтому приходится с помощью топа без липкого слоя, ну, приходить к каким-то таким вот решениям, как можно разделить. Так, теперь очень часто мы используем для разделения, конечно же, шермиконы. Шермикончики – это полосочки. Полосочки либо золотые, либо серебряные. Мои любимые, конечно же, золотые, вот, например, 117 номер. Линии серебряные, 118. И я точно знаю, что сейчас, если покупать это через онлайн-магазин, да, emishop.ru, либо, допустим, в магазине заказывать, я знаю точно, что продается со скидкой. Значит, 162-й черные линии и белые, ну, и белые линии, 163-й. Не знаю, очень классные варианты наклеечек, которые, ну, вот, по делу, знаете, как бы ничего лишнего приклеил и забыл, как говорится. Сейчас, секундочку. Все бы хорошо, только, как всегда, когда нужно все под руками, когда не нужно все. Забыла еще вот такой вот вариант. Мы как раз про прошлое, да, я показывала, что с леопардами делали. Очень классная тема в плане... Приклеил, да, и уже готовый дизайн. И уже готовый дизайн. Ничего не нужно особенно думать. Так, и мы с вами сейчас возьмем, например, какую-нибудь полосочку. Так, какую возьмем? Золотую, серебряную, золотую или черную? На самом деле, как бы, можно такую и такую. Так, и приклеим на просушенный. Давайте сделаем золотой. Будет дорого-богато. Можно, кстати, и мордочку леопарда прикрепить. Можно и веточку. Очень универсальный дизайн. Вот думать просто не надо. Любой рисунок с каким-нибудь цветом, выбранным вами или вашим клиентам. И как бы все будет хорошо. Так, отрезаем ненужное. Аккуратненько. Можно вернуть, опять же, наноситель, да, чтобы не потерять. Старайтесь следить за тем, чтобы шермиконы всегда, да, как бы, не торчали нигде, ни при каких обстоятельствах. Тоненькими ножничками убираем все лишнее. Так, ну и теперь, как бы, начинаем прикреплять. Вот смотрите, я вспомнила про Нелдресс. Дикая вот эта грация, да, 140-й еще номер. Можно сюда и мордочку леопарда прикрепить. Но так как мы все-таки говорим про, скажите, про осень, да, я уже говорила, что я уже несколько раз повторила, что это будет осенняя тема. Сейчас я вот сюда верну. Вы знаете, я немножечко проворонила, что не набрала себе водички никуда. Буквально сейчас секундочку, возьму водички, вот пока вот так вот мы с вами сделаем, на секунду на экране. Взяла себе мокрую салфетку для того, чтобы слайдер размочить. Так, ну что, выбираем какую-нибудь симпатичную веточку. Осенняя тема. Здесь, по большому счету, будет любая хорошо смотреться. Но давайте возьмем что-нибудь такое покрупнее. Вот так. Мокрая салфеточка, буквально вот, видно, положила слайдер. И теперь, конечно же, нам потребуется слайдер топ, да. Если слайдер топа нету, то можно воспользоваться, конечно, просто базой. Без всяких проблем. Так, берем слайдер либо базу и закрепится лишний раз и наклеечка, да, которую мы с вами приклеили сюда. Выровняется поверхность. Старайтесь всегда все промежуточные этапы наносить очень тонким слоем. Очень-очень-очень тоненьким слоем. Просушим буквально там 15 секундочек. Этого времени будет достаточно. Надо посмотреть, может быть, мы что-нибудь еще захочем прикрепить именно из этого слайдера. Что тут еще интересного есть? Можно попробовать надпись, но я боюсь, что надпись сольется просто с нашим принтом, да, с рваными колготками. Вот, поэтому, как бы, думаю, что будет просто не видно. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, подсушили, прикрепили наш букет. И вроде бы и не хочется и дырочку закрывать. И в то же время прикольно, когда заходит букет и на одну сторону, и на другую сторону. Так, конечно же, нужно просушить. Без этого никак. Не знаю почему, но хочется чего-нибудь туда светленького, может быть, дальше продлить. Сейчас посмотрим. Я вот тут вот, у меня уже есть резанный вариант. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться. И вот на эту сторону немножечко можно добавить, опять же, ультрабонда. Ультрабонд нам нужен для чего сейчас? Для того, чтобы было сцепление. Потому что мы с вами сейчас попытаемся прикрепить слайдер на слайдер. Правильно? И чтобы не добавлять лишние слои, можно взять ультрабонд и ультрабондом обработать. Ультрабонд. Ультрабондом обработать непосредственно картинку. И прикрепить еще одну картинку сверху. Ну, путем наложения, как бы, один на другой. Может быть, где-то немножечко будет видно, но будет смотреться, знаете, более по-взрослому, что ли. Вот так. Вот. Отлично. Так, и теперь мы, конечно же, просушим это дело в лампе. Хотя ультрабонд хорошо, конечно же, высыхает на воздухе. И, в принципе, дизайн готов. Вот. Я, как бы, зачитала этот слайдер. Осеннее утро, да, как оно там? Осеннее утро, да, 137 номер. Видите, вот из коллекции. Это был 491 номер. Это у нас зеленый цвет. Да, мы сейчас тоже зеленым сделали. И с коричневым цветом 496 номер. Очень прикольно смотрится, причем можно, как бы, только на полного точка, либо по вертикали разделить, либо по горизонтали. И получается очень забавно. Так. И, конечно же, обработав ультрабондом все это дело. Потому что слайдеры не имеют никакого липкого слоя, правильно же? И закрываем, девчат, топом. Топом это может быть глянцевый топ, это может быть матовый топ. Любой топ, которым вы, в принципе, работаете. Вот, ну, я возьму, например, ультрашайн, да? Глянцевый топ, красиво будет блестеть. Если сравнивать текласс, например, с ультрашайном, то, конечно, более, меньше изнашивается ультрашайн. Он такой, как стекло. Он глянцевый, меньше царапается, дольше блестит, как говорится, и так далее. Но, если сравнивать технические характеристики, допустим, текласс и ультрашайн, то текласс, конечно, он может быть и промежуточным этапом, и завершающим покрытием. Поэтому он, конечно, в этом плане более универсальный. А вот ультрашайн я бы не рекомендовала наносить как промежуточный этап, потому что с него может сколоться, как бы, сколоться в последующее покрытие, да? Потому что формула молекулы закрыта, и, как бы, оно будет просто скалываться. Так, ну и давайте, например, сделаем еще какой-нибудь вариант, который будет полностью, как бы, разниться, да, с тем, что мы сейчас сделали. Давайте, например, возьмем либо малиновый цвет, либо синий. На самом деле, все равно. Видите, оно может быть в любом цвете абсолютно, и будет красиво смотреться. Так, ну давайте, например, сделаем с этим глубоким красивым синим цветом. 492-й. Без комментариев, да? No comments. Так, давайте, единственное, у меня в ту сторону уже делала, наклон сделаем в эту сторону. Ну, допустим, да, вот так аккуратненько. Дизайн, в котором не нужно будет думать. Все. Цвет нанесли. Просушили. Просушили. Пока просохнет, высыхает наш цвет, давайте возьмем эту же пластину, номер 6, принты, да? Все уже с ней знакомы. И давайте, например, возьмем вот такой принцип, такими красивыми полосочками, да, переходящими к друг дружке. А потом такой же рисунок можно будет сделать специальным гелем, да, на который будет хорошо отпечатываться фольга. Так, и, например, чем мы будем отпечатывать? Давайте возьмем что-нибудь в цвет синего. Вот. Я вспомнила, что у нас есть номер 17 лагля стемпинга синего цвета. У нас есть лагля стемпинга номер 13, и он золотого цвета. Если потом добавлять золото, то как раз-таки будет очень красиво сочетаться, да, синий с золотым. Так, ну и теперь нам, конечно же, нужна пластинка. Нам нужна... Оп, карточка. Чтобы убрать все лишнее, определиться, как оно у нас будет лежать, да, вот таким вот образом, в длину, допустим. Ну и можно, вот, например, поочередовать два цвета. Например, я возьму сейчас... Так, штампик. Штампик нам нужен чистый, надо его очистить. Потому что в любом случае, да, когда отпечатываешь лаком для стемпинга, надо делать все очень быстро. А для того, чтобы сделать быстро, нужно все подготовить. А когда ты нервничаешь, сидишь на камеру, ты вроде бы подготовил, вроде даже все рядом поставил. Но оно нет. То одно потерялось, то другое потерялось. Итак, немножко синего цвета добавим. Это номер 17. Простите, лак просто для стемпинга. Возьмем вот так посередине золото добавим и закончим синим. Я не знаю, что на выходе получится, но думаю, что будет, в принципе, симпатично. Так, сейчас мы аккуратненько все это лишнее убираем. Лишнее убираем. Так, легкий накат. Не давим на подушечку от слова совсем. Все есть у нас с вами. Теперь отпечатываем. Так, посмотрим через... Золотишечко тоже видно. Будет прикольно. Абстракция. Вот таким образом. Так. Теперь просушиваем. Просушиваем. Ну, по большому счету, я не буду сейчас сушить, потому что лак-то, в принципе, быстро высыхает. Тут теперь возможны варианты. Я, например, могу сделать, допустим, добавить какую-то веточку. Почему бы и нет? Ну, так как все слайдеры делаются как бы на белой основе рисунок, поэтому, в принципе, оно не потеряется. Если мы с вами добавим сейчас куда-нибудь веточку, а потом будем завершать рисунок, я думаю, хуже не будет. Вот, то есть, как бы можно добавить тематический, да, какой-то вариант. А можно сделать без слайдера, допустим, и покрыть ноготочек сейчас матовым топом, и потом уже доделать его сверху по готовой поверхности. Ну, давайте сделаем так, да, со слайдером мы уже прикрепляли, поэтому давайте мы сейчас в данный момент перекроем ноготочек матовым топом. В нашем случае это будет вельвет. Вельвет. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Приятно, что нас слушают. Я думаю, что все равно, знаете, когда вот смотришь на дизайн какой-нибудь, когда выходит какая-нибудь декорация, вот смотришь, покупаешь его, а потом садишься и думаешь, господи, куда притулить, куда сделать, что сделать с ним и так далее. И вот все-таки вот это направление дизайнов, которое существует у компании Эмми, это прикольно, когда есть куча готовых решений. И если, например, даже клиент не умеет, ой, простите, не клиент, а даже если мастер не умеет рисовать, то вот такие вот варианты конструкторы, дизайны конструкторы, да, очень мне нравится этот, я подчеркнула это название. У Оксаны Панковой из города Нальчик мне нравится, то есть такая сборная солянка и слайдер тут у нас присутствует, и шермикончик, и, скажите, как бы отпечаток с помощью техники стемпинг, да, у нас тут и стемпинг, и наклейки, и слайдеры переводные картинки, ну и непосредственно на цвет гель-лака, потому что можно сочетать абсолютно с любыми цветами, правильно же? Не важно, сверху вы припечатаете рисунок, снизу вы припечатаете, ну получается, в принципе, прикольно. Так, ну а пока наш матовый топ высох, смотрите, такой приглушенный стал цвет, в принципе, видно и золото, да, вот, и получается, как бы, сейчас мы уже на готовую поверхность будем делать какой-то рисунок, на который будем отпечатывать фольгу. И вот смотрите, я с глянцевым топом делала, сейчас я сделаю с матовым топом. Рисунок, который вы рисуете, это может быть черный тюльпан, это может быть гелевая краска, черный тюльпан. Черным тюльпаном можно нарисовать рисунок, это будет, конечно же, в разы удобней, его хорошо будет видно. Конечно, единственное, чтобы фольга хорошо отпечаталась на черный тюльпан, Black Tulip, нужно, конечно же, просушить черный тюльпан минуту. И не важно, вы знаете, вот у меня, допустим, в классе очень сильно изношенные лампы, а, допустим, там, вот, в кабинете, хотел сказать, дома некрасиво прозвучало бы, дома, где я готовлюсь прямым эфиром, там не очень, допустим, изношенная лампа. Я все равно сушу одну минуту, и фольга хорошо отпечатывается. Но ведь все же знают, что те, кто работает с материалами Эми, есть еще, у меня подтерлась, конечно, крышечка, Multiple Dism Gel. Это гель-клей для фольги. И, конечно же, черный тюльпан, у меня цвет удобно рисовать. Multiple Gel, он, конечно, более вязкий, он такой густой, он хорошо для стемпинга подходит, мы уже неоднократно делали дизайны с ним. То есть сейчас я в дизайне могу использовать либо черный тюльпан, потом просто перекрыть его отдельной линией, да, либо Multiple Dism Gel, я точно так же буду отпечатывать фольгу, значит, и буду отдельно перекрывать линию. Но что хочу сказать, на Multiple Gel, девчат, фольга отпечатывается даже через 10 секунд, даже через 5 секунд отпечатывается, через 10, 15, неважно. Черный тюльпан нужно просушить одну минуту, да. Так, ну что, давайте Multiple Gel возьмем. Ну, кисточку, конечно же, это будет у нас кисточка 5 дробь 0, линеарная. Вот, и мы с вами, значит, сделаем Multiple Gel. Значит, смотрите, обязательно, когда вы открываете банку, набираете немножечко геля, он очень густой, вязкий, быстро полимеризуется, обязательно закройте крышкой, не оставляйте открытым на столе, потому что полимеризация совершится очень быстро. Так, ну и мы с вами быстренько сейчас отделяем зону нашего цвета, да, от другой зоны, которая у нас ничем не закрашена, не раскрашена. Так, ну, на матовой поверхности, в принципе, будет видно хорошо то, что вы рисуете. Вот, но не надо много. Знаете, я иной раз начинаю что-нибудь рисовать, думаю, вот зачем так много. Вот, но как положено, да, как мы каждый раз в прямых эфирах говорим, как положено в городе Ростове надо, но дорого, богато. Есть у нас такое понятие в художественной росписи, значит, в курсе по художественной росписи, есть такое понятие абстрактные линии, дырки, то есть идут линии, да, и с интересными такими вот соединительные моменты, чтобы вот это место, где соединяются линии, было похоже на маленький треугольничек, или, грубо говоря, чтобы при соединении не было острых углов. Стараемся все это смягчить, так, вот сюда можно еще одну линию. Ну, на самом деле, можно до бесконечности добавлять, ну, и надо, конечно, в какой-то момент остановиться. Я говорила, что можно было и слайдеры туда вниз добавить, но все равно все внимание сейчас, конечно же, будет вот на этой украшалке с помощью золотой фольги. Так, ну, вот так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и держите меня семеро. Так, ну, и, 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 так, еще, да, хочется чуть-чуть. Все, сушим, пусть это будет просушено, а уже там дальше видно будет. Ну, и, конечно, нам нужно будет взять какую-нибудь кисточку отдельную с острым хвостиком, кончиком, для того, чтобы перекрыть линии глянцевым топом. Да, все-таки же у нас с вами фольгушечка получается, да, чтобы красиво блестела. Не знаю, можно там идеальный мазок номер 0 взять, или двоечку, или троечку, кому чем удобней. Но в любом случае, так, 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 это я сейчас просто занялась тем, что кисточку ищу себе, поэтому спряталась с экрана. Так, а мы тем временем все просушили, да, сколько прошло? Секунд 10-то точно прошло. Так, возьму сейчас фольгу. У меня золотая, естественно. Отпечатаем ее. Печатается идеально, шикарно, знаешь, знаешь на 100%, что точно угадаешь. Даже, знаете, вот этот вот мультипл гель, он на самом деле, как бы, особо-то и не пересыхает. Так, можно было поплотнее немножко линии нарисовать. Так, все, отпечатали. Пока вы печатаете на второй руке, конечно же, первую руку желательно поставить в лампу, да, чтобы клиента не тянуло на подвиги. Вот, ну а теперь берем, как бы, кисточку, кисточку и глянцевый топ. Сейчас мы возьмем, я возьму ультрашайн. Так, вот на баночку отдельно. Ой, капельку. Так, и теперь аккуратненько. Перекроем только линии, которые мы видим. То есть поверхность у нас вся будет матовая, да, а рисунок, который мы сделали с помощью фольги, будет глянцевым. Аккуратненько вот так вот по фольгушечке. И мы выделяем с вами линии. Можно чуть плотнее было их нарисовать. Видела в интернете много таких вот вариантов, знаете, где прям мазком намазано, прям такое прям нечто широкое какое-то нарисованное дело такое. Аккуратненько продублирую все. Только рисунок для того, чтобы фольга, естественно, да, приноски никуда не делась, потому что фольгу нужно обязательно перекрыть. Все, просушиваем в лампе, просушиваем в лампе и прикрепляем непосредственно сюда к нашим типсикам. Сейчас они подсохнут. У нас еще есть время, можно что-нибудь со светленьким еще сделать, с вариантом, да. Я взяла синий, я взяла какой цвет, да, зеленый. Давайте что-нибудь светлое еще возьмем. Так, вот у нас высохло. И получается вот эта зона с фольгой, она выделяется и получается очень помпезно, симпатично. Давайте вот сюда, да, его. Матовая поверхность получается, а рисунок получается под глянцевым топом. И получается, конечно же, он выпуклый, конечно, он имеет объем. Вот здесь на глянцевом топе, здесь на матовом топе. Видите, получается очень забавно смотрится. Здесь у меня все нарисовано черным тюльпаном. И поэтому рисунок получается плоским, там под топом, да, то есть топом закрыто все. Здесь сделала сверху. И получается вот такая вот разница. Так, ну, может быть, кто-то сделает скрин и пригодится эта работа, как бы, ну, дизайны в работе, да. Можно так, можно так использовать коллекцию. Так, ну и давайте сделаем еще один вариант. Почему бы и нет, какой-нибудь быстрый, с каким-нибудь самым светлым оттенком из этой коллекции. Ну, давайте возьмем, например, бежевый цвет. 495, да. Просушиваем. Просушиваем. Нанесли на весь ноготочек. Красивый такой, бежевый. Натуральный, песочный такой цвет. Вот. Точно так же мы можем использовать с вами какую-нибудь, опять же, пластину для стемпинга. Вот так. И давайте просто возьмем, например, золотой цвет. Если вы не против, такой быстрый какой-нибудь вариант, да, сделаем. Самое главное, подушечку для стемпинга приготовили. Я остатки предыдущего рисунка сняла с нее. Так. И мы, значит, с вами, ну, давайте, допустим, вот такой вариант. Опять же, взяла эти линии. Нравятся мне они очень. Ни к чему не обязывают, знаете, как бы, подходят под любой вкус. А на вкус и цвет, как говорят, да, товарищей все-таки нет. Легкий накат. Даже если где-то что-то не отпечатается, ничего страшного не случится, потому что это будет, в принципе, абстракция. Так, в сторону убрали. Отпечатали на весь ноготочек. Ну, или как получится. Так. Вот так. Так. И, чтобы не показалось, чтобы, как бы, не покажется странным вам такое, наоборот, сейчас возьму и немножечко... Либо можно аккуратно вытереть часть рисунка, либо, ну, можно было, конечно, сразу на подушке, я что-то не подумала. Ну, ничего страшного, я сейчас вот так сделаю. Либо просто, например, цветом закрыть, тем же цветом, например, какой-нибудь островочек закрыть. Так, ну, я вот так сделаю. Вот так. Часть рисунка вот так вот вытру. Хотя, наверное, чище было бы просто нанести цвет гель-лака. Ну, не хочется добавлять просто лишние слои. Граница этого пятнышка необязательно делать идеально ровной. Так. Еще чуть-чуть. Вот так. Все. Теперь возьму веточку. Опять же, возьму слайдер, например, осеннее утро, номер 137-й. И возьму какую-нибудь ненавязчивую веточку. Так, это у нас слайдер, поэтому мокрая салфетка. Ну, а тут, тем временем, у нас должен появиться, конечно же, слайдер-топ. Если слайдер-топа нет, то можно воспользоваться базой. Так, ну, у нас, конечно же, слайдер-топ есть. Вот он, есть слайдер-топ. Нанесу тонким слоем. Просушу. Просушу 10-15 секунд. Так. Возьму небольшой слайдер с цветочками. Можно взять на подушечку для стемпинга, для того, чтобы разместить картинку только туда, куда мне нужно. Ну, например, вот в это пятнышко, чтобы ее было хорошо видно. Но она такая светлая. Ну, ладно, ничего страшного. Веточка и веточка. Так. Теперь обрабатываю ее, конечно же, ультрабондом, да. И у нас ультрабонд. Ультрабонд. Обработали. Перекрываем все это дело матовым топом. Почему бы и нет. Закрываем матовым топом. У нас матовый топ – это вельвет, правильно же? Очень быстрый вариант. Все остается у нас, этот блеск лака для стемпинга золотого цвета, веточка. Там остается под матовым топом. Просушиваем. Теперь с помощью мультипл, да, дизингель или черный тюльпан, по большому счету. Можно так, можно так. Но мы возьмем с вами мультипл гель. Так, тоненькая кисточка 5 дробь 0. И теперь аккуратненько, буквально капельку. Не забывайте, мультипл гель или мультипли, или мультик. Я не знаю, уже столько названий всяких слышала. И сама, как бы, говорила по-разному. Это гель-клей. Гель-клей с шикарной дисперсионной пленкой, на которой шикарно отпечатывается фольга. И мы теперь, у нас, в принципе, по большому счету, ноготь-то готов, конечно же. Но мы с вами возьмем, кстати, может быть, кому-то будет удобнее 5 тоже 5 дробь 0 кисточка. Но только черная синтетика. Она чуть-чуть жестче и длиннее. Может быть, кому-то она больше подойдет для работы. И вы берете немножечко геля. И вот так вот абстрактно, аккуратненько, вот это пятнышко, которое мы с вами вытерли, да, от рисунка. Берете и аккуратненько вот так обводите. Причем можно обвести не один разочек, а пару разочков. Причем обводкой можно не попадать линия в линию. Например, вот кружочек вот так прошли. А второй раз проходите, где-то вот промазали, где-то вышли за пределы. И получается такое пятнышко, знаете, такое вроде на общем фоне дизайн, да, дизайн в дизайне. И получается вот такой вот красивая будет окантовочка золотого цвета. Причем нет никаких правил. Аккуратненько взяли. И просушили. Просушили. И как мы с вами уже говорили, просушили буквально 10 секундочек и отпечатаем фольгу. Потому что на мультипл гель фольга отпечатывается буквально через минутку. Ой, простите, через 5 секунд, через 10 секунд. А вот на черный тюльпан через минутку. Сама пытаюсь вам рассказать. И сама вас пытаюсь, тут же запутала вас всех. Так, просушили несколько секундочек. Фольгушечку отпечатали. Так. Смотрите, она идеально печатается. Даже никаких особых усилий не нужно прилагать. Единственное только, что мы сделаем, да, это, конечно же, перекроем топом. Это может быть глянцевый топ, да, Теклос, либо это Ультрашайн. Ну, я вот Ультрашайн возьму. И можно будет... А, кстати, можно покрыть только линии, да, и оставить вот эту внутренность матовой. А можно, например, покрыть полностью, да, вот этот вот участок. Давайте мы только линии покроем. Не знаю, мне почему-то кажется, так прикольнее получается. Весь ноготь матовый, а именно линии получатся у нас с вами глянцевые. Так, возьмем капельку Ультрашайна. Кисточка удобная. Это может быть идеальный мазок номер 0. Это может быть идеальный мазочек двоечка, или троечка, или абсолютно любая удобная для вас кисточка, которая просто аккуратненько нанесет вам глянцевый топ на линии, которые мы нарисовали вот вокруг вот этой части, да, ноготочка, аккуратненько, аккуратненько. Хотите, можно его внутрь нанести. И просушиваем. Просушиваем, и по большому счету у нас с вами дизайн готов. Очень быстро получается все. Единственное, только обусловлено временем просушки. Итак, цвет любой из коллекций. Вот абсолютно, видите, зеленый, и такой вот малиновый, да, такой интересный цвет, синий глубокий, красивый такой красный, красно-терракотовый, скажем так, и коричневый. И даже мы с вами сделали дизайн быстренький, который я даже не сделала заранее, скажем так, на бежевом фоне. Тоже получается очень симпатично смотрится в сочетании с лаком для стемпинга золотого цвета. Ну что, всем огромное спасибо за то, что вы сегодня посвятили время нам. И очень прошу прощения за то, что бывают какие-то, конечно же, во время прямых эфиров сбои в плане там, вот сегодня забыла взять водичку, да, налить на салфеточку. И все время так нервно все это переживаю очень сильно. Вот, всем огромного счастья, всем побольше денежных клиентов, да, меньше работать, больше зарабатывать. Ну, мне кажется, в творчестве прикольно. Много творчества не бывает. Творчество чем больше, тем лучше. Не надо делать этот дизайн на всех пальцах, абсолютно ни к чему. А на одном пальчике можно, почему бы и нет. Вот, поэтому все остальные пальцы покрыты однотонным цветом, а на одном пальчике какое-то выделение есть. И вот, например, здесь, например, вот в этих вот отверстиях, вот в этих дырочках, да, которые образуются между линиях, можно всегда поставить камушки, да, то есть как бы стразики, да, прикрепить на ту же базу, и будет очень прикольно смотреться. Ну что, девчат, всем удачи, до новых встреч. Следующий четверг в 2 часа, как всегда, мы встретимся. Ну, а также эфиры, конечно же, все сохраняются, а также мы проводим еще на эту же тему эфир по понедельникам в Инстаграм на официальной страничке Эйми. Всем удачи, всем хорошего настроения, здоровья крепкого и хорошего весеннего, осеннего бабуа лета, да, осенней красивой, шикарной осенней золотой погоды природы. Все, заговорилась. Всем удачи, спасибо большое, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.